здравствуйте здравствуйте мои храбрые партняшки у меня сейчас в работе платье опять-таки в австралию но я его уже отшила и отправила болванку это вы видели теперь на нее нужно мне бисером вышить кружево вышить какие-то элементы на сетке как это будет у меня получаться и будет ли получаться вообще я вам покажу и раз мне нужно сейчас вышить некоторые элементы это будут кружочки и полосочка которая будет вышита по косой стекляруса у меня осталась рама с обучением моего ленивельским крючком и сейчас я буду натягивать сетку специальную для вышивки на эту раму единственные у меня вопросы я не точно знаю еще это вот растягивать ее при накалывании на ленту или же не растягивать я сейчас попробую не растягивать и что из этого получится я рамку натянула оказалось что в принципе не нужно было натягивать по этой ленте сетку потому что она потянулась в длину и все что было заложено в растяжение по ширине она все ушло и получилось очень хорошо и сейчас мне нужно будет вышить вот такие кружочки есть несколько техник вышивания есть техника именно ленивельского крючка когда бисер собран уже на ниточку и вышивка идет с изнатки то есть снизу есть техника индийская по моему это когда набирается на сам крючок бисер и он идет то есть сверху то есть мы видим сразу весь процесс вышивки я надеюсь я не ошиблась я хочу попробовать конечно именно там где я буду набирать по одной по 2 бисеринки на крючок у меня специально вот этого индийского крючка нет у меня есть обычный ленивельский крючок и сейчас я попробую получится или нет я в первый раз наверное буду вышивать бисер этим ленивельским крючком и весь смак наверное то что эти кружочки вышиваются от центра то есть мне нужно будет четко разделить где будут центры чтобы не ошибиться в общем у меня немножко не получается как бы сам процесс я поняла как он делается тут либо нужно мне наработать набить руку на этом деле либо у меня ручки криворучки нужно вот такой кружочек красивые у меня какие-то они сикость-накость получаются и получается кружочек немножечко больше чем мне нужно тут меньше больше больше но вот эти вроде одинаковые по размеру два кружочка ну как-то вот не очень мне вообще не нравится я сейчас это буду все вот так вот распускает хорошо что распускается это все быстро раз 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 все распустилась сейчас хочу попробовать другой метод именно метод ленивельского крючка я нанизаю на ниточку бисеринки и попробую вышить процесс я вам покажу в общем я попробовала вышить ленивельской техникой минус огромный том что я ничего не вижу что получается сознание получается что я здесь вышиваю бусины у меня внизу и я в итоге не вижу вариант то есть я даже вот начертила ручкой но я вижу что я уже скосила эту ручку самый огромный минус это в том что я даже разметив ручкой я не попадаю то есть она сетка очень редкая получается и я на ней плохо вижу и снова я это все распускаю я не хочу ничего сглазить но по моему дело было все таки я надеюсь у меня сейчас получится ровно потому что смотрите контур получился очень хороший именно вот по этим линиям я и буду сейчас крючком вышивать и я думаю что это очень важно ну в общем сейчас посмотрю попробую еще раз линивельским крючком я надеюсь получится можно выдохнуть с облегчением потому что у меня получился гружочек я очень довольна и счастлива я весь день оттягивала этот момент потому что я очень переживала что у меня не получается я думаю что у меня не получится но он у меня получился я надеюсь работа теперь пойдет быстрее быстрее он получился смотрите вот образец а вот мой кружочек он ровный и он такого же размера ура я заменила сетку и вот аж вот так вот линиями прям начертила каждый кружочек я прям по этой линии вышиваю ниточкой я взяла этот кружочек который образец видите черным нарисовано обвела ниточки вышивки и в общем начертила их вот сюда я сегодня хочу вот эту всю полосочку вышить и сейчас даже засеку время сколько у меня уйдет на эту полосочку чтобы потом рассчитать рассчитать сколько времени у меня уйдет на вышивку всего чего нужно чтобы я успела это все в срок мне такая довольная сейчас полдвенадцатого ночи и я уже конечно устала у меня спина отваливается и уже глазки в кучку но свой план на сегодня я выполнила я вышла 13 кружочков и и последний из них получились прям очень хорошо завтра я посчитаю свое время рассчитаю и буду снова вышиваю я вчера так увлеклась процессом вышивки что даже ничего не не снимала я каюсь я сегодня наверстаю упущенное и покажу сейчас вам то что я вчера вышивала кстати кругляшки над которыми я мучилась возможно нам не пригодятся но ничего страшного самое главное что я поняла как это сделать и я научилась а вчера я вышла вот такие две полосочки стеклярусом эти полосочки будут пришиваться к платью кстати все что я вышиваю это элементы из этого элемента это как бы как пазл эти элементы будут нашиваться на само платье прям кусочками кусочками так что я сейчас вышиваю пазлы которые потом соберутся в полный образ в платье сегодня я буду вышивать вот такие вот листики это вот кружева готовы и на него иглой нашивается стеклярус ну конечно же листики будут немножко другие побольше и это будет не так плотно наверное нашить стеклярус как здесь ну в общем процесс я вам покажу рекламная пауза если вы хотите чтобы видео выходила на нашем канале чаще или если я вам чем-то вдруг помогла и вы просто хотите помочь нашему каналу то переходите по ссылке ниже в описании под видео мы есть в патреоне тем самым вы поможете мне нашему каналу нашему развитию и продвижению заходите регистрируйтесь и подписывайтесь сегодня третий день моей вышивки у меня есть кусок вот такого вот шикарного кружева и и сейчас я это кружево буду нещадно просто кромсать и резать на нужные мне кусочки вот допустим вот этот листик мне понадобится потом вот эта длинная веточка но сегодня у меня в планах вышить 16 по моему вот таких вот листочков сейчас я буду эти листики вырезать натягивать на раму кстати рама которую я ранее натягивала для вышивки ленивельским крючком мне как раз таки сейчас и пригодится там много места но больше кусок чем на пяльцах и сетка уже натянута то есть вообще шикарно ничего не пропадает даром как бы я не крутила не вертела мои листики на раму помещается всего лишь половина того что мне нужно вышить ну ладно сейчас их приколю примета и и буду смотреть удобно вышивать на раме или же нет или же все-таки удобнее будет натягивается на пяльце она на пяльцах помещается три по моему листика максимум вот я их так расположила в шахматном порядке как бы вальтом их покрутила и вот ой 10 даже помещается я вам соврала 10 листиков что мои храбрые партняшки загремела я в больнице была неосторожность у меня такая я купила рыбу копченую красную и поели и видать что-то там пошло не так и ночью в три часа ночи мы вызвали скорую от того что я просто грохнулась в омарок и в общем максим испугался вызвал скорую и меня положили в инфекционку но я здесь не скучаю и я вышиваю всю свою основную вышивку я сделала здесь вот мне максим принес в первый же день пяльца и вот я вышиваю это все я еще как-то не подрассчитала с канителью и с бисером бисер мне вчера передал муж а ему передал брат из краснодара автобусом а канитель я заказала в россии и вот я не знаю когда она ко мне придет платье уже пришло на которую я должна буду нашить это все ну что я вышивку практически закончила мне осталось всего лишь обшить я некоторые детали канитель канитель это такая тоненькая проволочка она у меня очень светлая такая светло-светло стального цвета и конечно же с канителью вышивка выглядит более богато но к сожалению прошлой канители у меня на все элементы не хватило и я жду посылочку с новой канителькой пока я ее жду я сейчас немножечко переделаю платье и разошью его и сейчас я вам покажу все те элементы которые я вышила и которые будут в дальнейшем нашиты на платье а как будет выглядеть готовое платье с вышивкой смотрите в следующих влогах такие вот длинненькие листочки на них не хватило канительки скорее всего саму канитель я уже буду пришивать на платье к этим листиком такие листики я расшиваю это практически все с канителью это без канители также я вышивала кругляшки и и вот такую вот полосочку и стеклярус и самый главный наверное элемент и самый мой любимый центральный элемент в платье из таких вот красивых цветов и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok